Наступивший холодный период стал причиной задуматься, как сохранить свое здоровье и не попасть в ловушку в виде всевозможных заболеваний, главным из которых является грипп. Кашель, болезнь горла, чихание и повышение температуры – известные симптомы, ощутить которые доводилось многим. Избежать их появления, конечно, возможно. Главное – руководствоваться советами специалистов, которые всегда подскажут наиболее эффективные способы решения проблемы. В настоящий момент в целях профилактики гриппа в нашем городе проходит вакцинация, которая, как показывает практика, является наиболее надежным методом борьбы с известным заболеванием. В настоящее время в Бресте и в Брестском районе продолжается иммунизация населения против гриппа. И она дает свой эффект с увеличением охвата иммунизации. Допустим, мы в прошлом году привили 38,8% населения, в 2012 году – 35%. В этом году планируется не менее 40%. Вот этот охват, он дает свой результат, потому что в прошлом году на протяжении всего сезонного подъема заболеваемости гриппом в городе Бресте не было зарегистрировано превышение пороговых уровней заболеваемости. По словам врачей и специалистов, процедуру вакцинации против гриппа необходимо проходить каждому человеку, за исключением детей до 6 лет, и делать это ежегодно. Это, в первую очередь, залог крепкого иммунитета, а также способ предотвратить еще не наступившую болезнь. С этим трудно не согласиться, ведь, согласно статистике, за последние 4 года использования современных вакцин, среди которых самые популярные в Беларуси – флювоксин, вакси-грипп и гриппол, заболеваемость гриппом в осенне-зимний период заметно сократилась. Об этом свидетельствует непрерывающаяся работа средних образовательных учреждений города Бреста на карантин в прошлом году. Я еще раз призываю население откликнуться и принять участие в этой кампании. Дело в том, что мы уже находимся на экваторе кампании иммунизации, то есть официально она начата с 1 октября и планируется, что будет завершена до 1 декабря. В настоящее время уже близка к завершению иммунизации школьников и работников образования. Практически уже завершаем. Я думаю, что в первой декаде ноября будет завершена иммунизация за счет республиканского бюджета. В этом году врачи-специалисты намерены не менее активно работать в том же направлении, призывая к тому, чтобы люди в преддверии наступления сильных холодов позаботились о себе, предприняли всевозможные меры по предотвращению различных заболеваний. Как бы там ни было, у каждого человека всегда есть выбор – заняться своим здоровьем или нет, решать только ему. Прививаться надо, потому что если даже чуть-чуть болеешь, так, склонен простудным, то это защищает. Как заставить, а кого теперь заставишь. Просто сами должны понимать, что им надо. Ну и реклама теперь достаточно. Это тоже объясняет нам неграмотным. Неграмотным? Нет. Ну, просто это мое личное мнение, нет и все. Объяснения как бы такового нет, но это мое мнение. Ни я, ни ребенок мой никогда не прививались и не будем прививаться. Вопрос актуален и серьезный. Некоторые, я знаю, вот личные знакомые у меня, они относятся очень к этому серьезно. Прививаются и считают, что нужно, ну, сколько людей, наверное, столько мнений. Казалось бы, только ленивый не задумывался о том, как уберечь свое здоровье во время предстоящих холодов и как сохранить его на протяжении всего осенне-зимнего периода. Но каким бы методом человек не решил обратиться, ему на помощь всегда готовы прийти работниками служб, предложив наиболее эффективные способы борьбы с сезонными заболеваниями. Продолжение следует...